третий способ это использовать малогабаритную машину который совершенно спокойно можно подобраться туда здравствуйте дорогие друзья это владимир труфанов интернет-канал мир матизов я искренне рад что вы меня смотрите сегодня ролик без преувеличения долгожданный сегодня мы будем беседовать о том как победить тот самый закисший шаровый рычаг и так кратко обозначу проблему в одном из роликов на своем канале я как-то показывал как меняется шаровый рычаг если с ним нет никаких проблем и в этом же ролике имел неосторожность сказать что когда будут проблемы я обязательно отсниму ролик и с проблемным рычагом я забыл принципиальную вещь что в интернетах нельзя никому давать никаких обещаний потому что мне сразу начали писать труфанов тыкру глубоко не прав и должен нам всем ролик ребята дорогие мои ненаглядные все кто мне пишет в комментарии что я кому-то что-то должен я хочу сказать что я должен только банку вот за свой кредит все и больше я никому ничего не должен вот поэтому если вы хотите действительно узнать как извлекать закисший рычаг закисший втулку какими способами пользуются мир матизов то велкам к просмотру видео не надо писать никаких занудных комментариев в этой связи не смотрите тайны секретов никаких у меня нет в моих интересах наоборот чтобы как можно людей больше знали эту информацию и умели контролировать своих механиков которым обращаются и которые творят такие ужасные чудеса после которых волосы встают дыбом когда к нам эти автомобили приходят вот собственно становится немножко страшно то есть делаем благое дело боремся с мудаками значит это первый момент и момент 2 давайте я обозначу задачу обозначу вопросы и требования к решению этой задачи и кратко сформирую что вообще нам предстоит сделать и так вот у меня в руках шаровый рычаг обозначу проблему дело в том что рычаг крепится к автомобилю к подрамнику вот таким болтом и вот это расстояние между втулкой и телом болта слишком маленькая туда попадает вода попадает грязь металл корродирует со временем буквально в течение 3-4 лет это соединение прирастает намертво а сам рычаг находится в очень узком подрамнике куда нельзя залезть обычной болгаркой то есть он утоплен да вот таким вот образом примерно схематически я нарисовал здесь сейчас буду объяснять что за рисунок вот и этот рычаг не представляется никаким способом извлечь возможным кроме откровенно вандальных вандальных автомобилей с замененными рычагами мы перевидали навалом поверьте и с распиленными подрамниками потом криво заваренными и с вырванными болтами и с деформированными подрамниками и со следами газовых горелок с перегретыми подрамниками об этом впрочем я рассказывал в предыдущем ролике можете посмотреть вот по этой ссылке и найти на моем канале ролик об штатной и базовой замене шару рычага сегодня же беседуем о проблеме и так дело в том что это достаточно простая инженерно-техническая задача мир матизов и с блеском решил давайте сформулирую требования что нужно учитывать при извлечении закисшего шарова рычага фактор первый ни в коем случае нельзя использовать газопламенный инструмент я утверждал это год назад когда снимал предыдущий ролик утверждая это сейчас с газовой горелкой лезьте пожалуйста в грузовики в прицепы кто хочет в мире матизов газопламенный инструмент не используют в принципе да мы умеем делать руками и головой хорошо свою работу это первое вариант 2 ни в коем случае не должна пострадать закладная гайка которая фиксируется вот на этой резьбе вот здесь она изображена то есть нередко и и вырывают отрывают сварку которая на приварена к кузову вот то есть это соединение должно остаться целым третий момент очень важный ни в коем случае не должен распиливаться сам подрамник распиливаться болгаркой потом завариваться или перегреваться иным способом получать какие-то повреждения коробица да вот иногда на некоторых интернет-форумах можно найти там способы где ну возьмите лом раскурочите подрамник вот вытащите болт то есть это что-то безумное давайте исходить из того что подрамник должен остаться целым ну и следующий немаловажный момент уже для тех кто причисляет себя к профессионалам авторемонта это конечно же скорость потому что антирекорд наших коллег скажем так которые привозят к нам иногда время от времени машины составляет 8 часов завешенного автомобиля на подъемнике вот то есть автосервис пытался сражаться восемь часов с вот этим вот рычагом с этим соединением я не буду оценивать как бы никаких советов давать вот но норматив мироматизов это 40 минут 40 минут на извлечение самого сложного самого закешива рычага и как раз сегодня я расскажу о том как это делается итак требования к задаче ясны сама задача ясна давайте я сделаю небольшой обзор скажем так моих наглядных пособий вот и приступим смотрите значит рычаг входит в подрамник и вот это расстояние подрамник вот это окошко да можно сказать колодец он очень узкий потому что сам сама рубашка рычага вот это вот металлическая имеет 43 миллиметра ширину а весь соленблок вот вся длина втулки соленблока 50 миллиметров то есть 5 сантиметров даже самый маленький диск болгарки стандартный да имеет 110 миллиметров и при всем желании вы не впихнете его в подрамник вот но это так кратко обозначаю значит здесь схематически изображен рычаг это у нас вид сверху вот то есть значит черным изображен сам рычаг и подрамник металл синим изображен болт красным изображена вот это вот легированная втулка вот вы можете видеть у которой зубчики да по кромке вот она как раз красным здесь изображена она проходит через весь сайлент блок насквозь и именно в нее врастает болт обращаю ваше внимание что болт который у меня сейчас в руках он из мягкого металла он сыромятный его в принципе теоретически можно распилить да ну и практически можно распилить мы это умеем а вот втулка она легированная она каленая и ее не берет ни лобзик ним полотно по металлу вот ну и сам металл рычага вот он достаточно мягкий это самая обычная сталь ст 3 похоже ее можно разрубить рассверлить и так далее это просто учитывайте так тем способом о которых я сейчас буду рассказывать так вот с одной стороны находится закладная гайка вот здесь ее синим обозначил она вварена в металл подрамника является несъемной а вот болт должен выкручиваться понимаете да вот здесь то же самое мы видим сбоку вид сбоку синим я обозначил болт красным втулка вот этой черной точке это поры резина обозначена резина но и собственно обойма самого рычага ну и вот в таком скажем так диагональном виде можно представлять как фиксируется рычаг в подрамнике на этом хватит обзоров давайте смотреть о том как решается та самая инженерно-техническая задача и какие способы решения имеет я приведу плюсы и минусы каждого способа и подробно о них расскажу не переключайтесь отвлекаясь немного в историю поверьте мне больше чем мастера мир матизов способов извлечения этого рычага не перепробовал никто мы пробовали решить эту задачу самыми самыми разными способами и выработали оптимальный и очень быстрый технологичный путь решения этой задачи для начала расскажу о некоторой экзотике которая тоже относилась к числу наших экспериментов я уже говорил что болт теоретически можно разрезать вот однако подлезть сюда полотном по металлу каким-то режущим инструментом хоть и возможно теоретически в принципе даже загнать там электролобзик какой-то туда можно достать краешком пилки и попробовать перепилить этот болт но это занимает где-то два-три часа и уверяю вас вовсе не гарантирует результаты что у вас все пойдет хорошо вот поэтому мы исходили из того что операция должна быть максимально быстрой одним из экзотических способов является ослабление болта выкручивание его чтобы чуть-чуть раздался подрамник да чтобы было минимальное расстояние и продергивание вот в это место струны специальной струны с алмазным напылением соответственно которой можно перерезать этот болт ну просто как пила джигли можете посмотреть в интернете хирургическая пила джигли тот же самый принцип вот и этот болт струной резался единственный важный момент друзья надо понимать что такая струна вообще используется в нефтяной промышленности это очень специализированная а главное дорогая вещь и использовать ее массово а тем более уж в частном случае если х вы сейчас смотрите этот ролик потому что у вас гараже проблемы да когда вы пытались поменять этот рычаг это конечно экзотика и неправильно и так если вы имеете скажем так доступ к такой струне можете попробовать можете попробовать но уверяю вас это очень узко специализированная штука ну и в условиях сервиса экономически в принципе не оправданная вот теперь я перехожу к трем способом извлечения этого рычага да которые реально проверены реально работают и отличаются друг от друга ну скорее всего только случаем запущенности первый и самый простой способ это разгрузка соединение сопряжения втулки и болта путем удара рассказываю подробней итак первый проверенный способ которым можно этот болт извлечь скажем так в легких случаях наша задача напомню разорвать вот это сопряжение болта с втулкой понимаете да вот поэтому делаем следующим образом начинаем выкручивать болт болт проворачивается вместе с саленблоком в рубашке рычага но тем не менее закладной гайки выкручивается болт сдвигается вот здесь я стрелочку нарисовал сдвигается в сторону шляпки выкручивается потихонечку и выкручивается он ровно до тех пор пока втулка не упрется в металл подрамника а собственно сопряжение вот здесь не дает дальше болту выкрутиться вот эти это сопряжение нам нужно победить если вы будете дальше выкручивать этот болт вы во-первых разопрете подрамник во-вторых вырвите вот эту гайку закладную и потом замучитесь либо ставить сквозняк либо пытаться приварить эту зачем если этого просто можно не допускать и так После того, как втулка уперлась, нужно попросту взять хорошую головку, длинную, одеть вот с этой стороны на шляпку болта, так, чтобы головка прикасалась к подрамнику, и нанести несколько мощных, хороших ударов. Разумеется, перед этим пролив все соединение, проникающий с маской, желательно профессиональной, но на худой конец сойдет и ВД-40, всем привычный. Значит, если случай не сильно запущенный, то, скорее всего, вы втулку чуть-чуть сдвинете по болту, вот, и таким образом дальше можно продолжать проливать соединение, выкручивать болт и потихонечку, потихонечку, потихонечку сбивать, разработать болт, пролить с маской, вот, когда с маской проникнет вот сюда, вот в это соединение, втулка болт, все, дальше уже разработалось, главное сорвать, сбить, вот, но, правда, практика показывает, что такой способ срабатывает в одном случае. Из пяти, если способ, скажем так, если не запущенный случай. Ну, что ж, переходим к интересному, переходим к практике. Давайте доберемся до станции, покажу, как осаживается втулка вот таким способом. Из инструмента понадобится трещотка, головка на 14 с удлинителем, хороший увесистый молоток и ударная головка тоже на 14, правда, длинная. Вот, смотрите, ситуация та самая, которую я описывал. У нас сам болт вращается. То есть, сам болт идет на... Он отпускается, да, то есть, он немножечко-немножечко вращается. И вот сейчас я дотянул его до того, что втулка уперлась в сам подрамник, вот в этот. Вот, с этой стороны уперлась втулка. Вот, если я теперь буду вращать дальше, я просто болтом вырву вот эту закладную гайку. Но сопряжение уже достаточно серьезное. Вот теперь я пробую это сопряжение сбить. Я делаю очень простую вещь. Я беру головку, попросту одеваю ее сверху. Разумеется, ударную головку одеваю сверху на болт. И наношу несколько ударов. Вот. То есть, по логике вещей, подрамник должен воздействовать на втулку, втулка должна сорваться относительно болта. Давайте проверим. Все проливаем. Проникающей смазкой хуже не будет. Проверяем. Нет. Ну, попробовать немного раскачать. Но у меня сам болт из втулки не выходит. И, разумеется, такой способ может помочь в достаточно легких случаях. Нет. Это классический случай. У меня здесь, в данном случае, уже болт по-прежнему вращается. Если считаете, что это способно помочь, попробуйте несколько раз. Открутить, закрутить, пробить головкой. 17-ю голову возьмите, большую по диаметру. В легких случаях это помогает. Но это не наш случай. На первый взгляд, выглядит несложно. Но, как и в моем случае, это не помогло. Почему? Да потому, что этот способ срабатывает только если случай сравнительно не запущенный. И вот тогда уже в ход нужно пускать тяжелую артиллерию. Опять же напоминаю, не курочьте подрамник. Не суйте ломы, монтажки. Не разжимайте ничего и не лезьте туда. Просто досмотрите этот ролик до конца и поставьте лайк. Будет приятно. Ладно, в двух словах смотрите. Способ номер два. Это высверливание болта со стороны шляпки. Болт имеет диаметр 10 мм. Резьба на 1,25 мм, если кому-то это интересно. Таким образом, можно сделать следующее. Можно начать высверливать болт со стороны шляпки, подобрав сверло толщиной 9,6 мм. Объясню почему. Потому, что в данном случае сверло должно быть меньше, чем само тело болта. Тело уже прикипело к втулке. И так или иначе, вы, проходя это соединение, либо упрётесь во втулку где-то и раскрошите болт. После этого можно пролить проникающей смазкой. И либо вы пройдёте болт насквозь. Вот до этого утончение. И уже сможете, соответственно, просто болт отломать. В этом варианте. А шляпку сбить, она истончится тогда. Останется совершенно незначительной. Ребята, несколько важных моментов. Вот по этому способу. Он рабочий. Он проверенно рабочий. Им болты можно извлекать. Либо просто доставив проникающую смазку, либо высверлив до конца и обломав. Но, важный момент. Надо понимать, что использовать для этого китайское сверло за 20 рублей с базара, это очень-очень плохая идея. Значит, момент первого оборудования. Вы должны иметь хорошую, качественную дрель. Подойдёт не всякое, потому что размеры очень ограничены. В идеале хорошую пневматическую дрель. На канале у меня можете посмотреть ролик по замене замка зажигания Матис в сборе. Я там этой дрелью пользовался. Вот такой дрелью, да, это реально работает. Второе. Очень-очень хорошее качественное сверло и смазочно-охлаждающая жидкость. Я использую Хилти сверла и настоятельно советую вам. И, в принципе, у них же очень хорошая смазочно-охлаждающая жидкость. Смазка для сверл по металлу есть. Наконец, третий важнейший фактор вашего успеха при использовании этого способа. Друзья, вы должны обладать определенными навыками, скажем так, почетного ручного труда и уметь сверлить металл. Объясню. Если вы сломаете сверло, когда оно у вас на треть вот сюда зайдет, потом заколебетесь. Вот, честно скажу, просто заколебетесь. Это будет очень-очень сложно. Победите. Шляпку при этом вы уже запорите, да. Момент второй. Обязательно надо использовать направляющие сверления. То есть сначала накернить точечку и пройти трешкой. Сверлом хотя бы на сантиметр вглубь, чтобы просто запустить основное сверло. Момент третий. Вот если вы переколите, да, то есть дадите высокие обороты на дрель, переколите металл, затупите кромку, ну и тем хуже, если сломаете, да. У вас просто пойдет закалка болта, вы ее потом вообще ничем не высверлите. И останется использовать только дальнейший способ. Вот. Собственно так. Давайте снова переместимся на станцию. Я покажу, по крайней мере, зону работ, да, и объясню, какой инструмент должен при этом применяться. Высверливать я не буду, но как бы смысла не вижу в этом способе. Дождитесь третьего. Из хороших новостей, это не требует суперспециального инструмента. Продолжаем. Айда на станцию. Как вы сами можете видеть, вот отсюда доступ к болту достаточно простой. То есть, в принципе, можно взять сверло сначала тонкое, подобную угловую дрель, либо вообще малогабаритную дрель. Накернить. Пройти троечкой сверлом где-то на сантиметр. Вот. Ну а в дальнейшем, соответственно, более толстым сверлом пройти весь болт. Внимание, друзья, если вы не знаете, как сверлится металл, если вы не умеете работать со слесарным инструментом, не советую этим заниматься. Можете закалить сам болт, можете обломать сверло, там потом вообще замучаетесь. То есть, как бы я показал это чисто теоретически, но если есть доступная оснастка, вот, из инструмента понадобится малогабаритная дрель и очень-очень хороший сверло по металлу. Я рекомендую и Хилти сверла, вот, ну, гарантированно справляется. Брать китайщину с рынка очень плохая идея для таких работ. Итак, второй способ, это попытка высверлить вот этот болт и в дальнейшем просто, когда дойдет до другого края втулки, просто его обломать. А остаток болта забрать, собственно, губцевым инструментом. Во, точно. Я же продолжаю. Я уже вплотную подошел к тому, чего, наверное, все зрители ждут. Покажите, расскажите, как это делает Мир Матизов. Политика полной открытости, никаких тайн у меня нет. Извольте, пожалуйста, ничего сложного. Значит, мы используем достаточно простой способ. Вот. Уже отладили его до автоматизма. Важный момент, он требует специального оборудования. И нигде, ни в прошлом ролике, ни в этом я не говорил, что это можно сделать действительно там крестовой отверткой и ключом на 13. Да? Нет. Я объясняю, что мы делаем. Шаг первый. Мы разрубаем рубашку рычага вот в этом месте. Раз. Сама сталь рычага достаточно мягкая. СТ-3, я уже об этом говорил. Вот. Мы разрубаем рубашку, отгибаем сам рычаг и выводим его, оставляя в подрамнике только болт с резиновым сайлентблоком и втулкой внутри. Половина дела уже сделана, рычаг не мешает. Ради справедливости хочу сказать, что рычаг кроме этого можно рассверлить. Вот так вот точки даже нарисую. Ну вот, примерно так. Да? Справедливости ради скажу, что рычаг можно разрубить зубилом. Обычным, либо пневмозубилом. Вот. И это достаточно просто. Металл мягкий, сделать это возможно. Первое. Мы же делаем очень просто. Мы делаем надрез специальной отрезной машины вот в этом месте. Это машина под маленькие диски диаметром 60 мм. Либо можете использовать так называемый гравер. Есть такое нарицательное название «дремель». Эта машинка такая продается в магазинах, в серьезных, для отрезного металла. Вот. У нее диски составляют там 35-40 мм по металлу отрезные. Вот. Можно использовать и его. Мы же используем маленькую отрезную машину пневматическую, которая является профессиональным инструментом, которую, ну, бывает сложновато купить даже в, ну, скажем так, достаточно серьезных магазинах. Но мы нашли. И этой технологией пользуемся. Вот. Рычаг вывели. После этого мы начинаем срезать, собственно, резину. Да? Потому что нам, наша задача добраться до втулки. Можно использовать для этого самый обычный нож, правда, остро отточенный. Можно использовать пневмолобзик, как это делаем мы. Вот. Это намного быстрее, проще и так далее. Итак, наша задача срезать резину с сайлентблока и добраться непосредственно до втулки. Второй шаг. После этого третий шаг. Той же самой отрезной машиной мы делаем надрез на втулке и доходим до тела болта. Вот после того, как до тела болта дошли, сделали достаточно длинный надрез. Вот тоже покажу. Вот такой. Условно. Ну, это на рычаге, а так на втулке, да? Почти от края до края. Не повреждаем подрамник при этом. Это важно. После этого соединение проливается проникающей смазкой, в разрез наносится несколько ударов зубилом и уже гарантированно вот этот болт, оставаясь целым, выкручивается. Разумеется, предварительно он разрабатывается несколько раз. Разумеется, сама втулка при необходимости удерживается губцевым инструментом, шведским ключом, да, шведкой, самой обычной. И разумеется, это соединение вот таким образом разбирается. Как видите сами, способ достаточно простой. Да, требует специальной оснастки, да, требует специального инструмента, да, требует определенных навыков, знаний, опыта. Мы всем в полной мере этим обладаем. Наконец, третий способ – это использовать малогабаритную отрезную машину, которой совершенно спокойно можно подобраться туда. Конечно, очень многие меня сейчас будут упрекать. Владимир – это инструмент специализированный, он продается в специальных магазинах и его очень трудно найти. Друзья, я на это могу ответить только одно. Это инструмент специализированный, он продается в специальных магазинах и его очень трудно найти. Ни в одном своем ролике, ни в одной своей статье я не говорил, что можно проблемный рычаг извлечь шлицевой отверткой и пилочкой для ногтей. Такого не было. Если вы себя позиционируете как профессионалы, давайте использовать профессиональный инструмент. Вот давайте поподробнее рассмотрим, как извлекают подобные шаровые рычаги в мире мотизов. Суть заключается очень простая. Необходимо разрубить рубашку, необходимо срезать резину сайлентблока и потом разрезать продольно втулку. Ну, попутно все проливая проникающей смазкой, конечно. И ничего сложного, выполняется вот такой вот продольный разрез. Можно либо дальше продолжить резать рычаг, либо можно разрубить его зубилом, в том числе по краям. То есть здесь это уже не так сложно. Задача разрубить рубашку рычага, выгнуть и выломать просто ее отсюда. Разумеется, разумеется, друзья, используя подобный инструмент, обязательно защищайте слух, глаза, жизненно важные органы. Вот, это действительно важно. Собственно, все. Желающие, кстати, могут здесь использовать самое обычное зубило. Тут вопрос вашего старания, вашего терпения и вашего свободного времени. Мы же продолжаем извлекать закисший шаровой рычаг. Ну, теперь мы будем. Теперь еще раз. И вот теперь, когда ослабевший, уже ослабевший и измученный, можно сказать, рычаг, рубашка рычага порвалась вот таким вот, раскачиваем ее вправо. Да, замечу, на подрамник это никаким образом не повлияло, потому что металл уже чисто символически оставался там соединенным. Но для этого нужно иметь опыт, и мы его имеем. Теперь мы просто выламываем этот рычаг вниз. Вот таким вот образом. Вот что мы имеем. Вот ваш закисший рычаг. Вот шаровая опора, которая стучит. И мы таким образом рычаг освободили. Смотрите, что мы имеем. Мы имеем сайлент блок, и мы имеем внутри втулку. С ними бороться уже намного проще. Теперь, конечно, можно взять самый обычный нож. Наша задача срезать резину. Но я возьму вот такой вот пневмолобзик, вот, который во всех отношениях быстрее это сделает. Срезаем резину с втулки. Вот таким вот образом желающие могут освободить вообще всю втулку. А нам, в принципе, достаточно просто добраться до самого металла, чтобы дать по нему такой же продольный разрез. Продолжаем. Обращаю ваше внимание, что пробовать рубить зубилом эту каленую легированную втулку, это очень плохая идея. Устанете, может быть, перерубите дня через три-четыре. Вот. Ее нужно резать точно так же абразивом и уже известной вам отрезной машинкой. И так прошло на все про все минут, наверное, 20, даже с учетом съемок и всего остального. Рычаг извлечен, втулка надрезана, соединение пролито проникающей смазкой. Давайте пробуем выкручивать. Вот и все. Вот она пошла. Ничего сложного. Ну, видите, проворачивается. То есть здесь нужно просто помочь придержать ветки. Ну, все. Фишка в том, что уже сопряжение сорвано, оно пошло, куда оно денется. Итак, вот что мы имеем. Мы имеем болт, который был ржавый, был закисший, вот с таким небольшим надпилом. Мы имеем распиленную втулку, мы имеем срезанный саленблок. Самое главное, мы имеем неповеденный, неповрежденный, неподгорелый подрамник. Мы имеем сохраненную закладную гайку и совершенно спокойно можем установить сюда новый шаровый рычаг. Разумеется, мы имеем и сам шаровый рычаг, который отправляется в металлолом. Вот таким вот образом. Вот он, третий способ. Вот оно, секретное оружие. Вот он, огромный секрет. Друзья, да не делал я никогда никакого секрета и не скрывал ничего. Имейте хороший инструмент, имейте опыт, практику, навыки. Подобным образом будете извлекать рычаги. Разумеется, гаражному умельцу, возможно, это недоступно, потому что достаточно дорого стоит подобный инструмент. Но, опять же, я нигде не говорил, что будет просто. Мы делаем это за полчаса примерно. Вот такой вот интересный обзор у меня получился. Я уверен, что этот ролик будет пользоваться огромной популярностью. Я уверен, что его будут смотреть, гуглить, искать под десятком запросов, как победить вот этот самый капризный закисший шаровый рычаг. Вот это соединение. И я надеюсь, что я десяткам тысяч людей своим роликом помогу. Из советов автомобилистам все очень просто. Ребята, смотрите, кто и как подходит к ремонту вашего автомобиля. И если к вам лезут с газопламенным инструментом, если начинают курочить подрамник, просто уезжайте оттуда. Это не профессионалы. И, наверное, им даже уже бесполезно показывать мой какой-то ролик, чему я могу научить таких спецов. Это первый момент. Момент второй для автомехаников. Друзья, используйте нормальный, хороший, качественный инструмент. Берегите автомобили ваших клиентов. Делайте качественный авторемонт. И да пребудет с вами боги авторемонта. С вами был Владимир Труфанов. Это проект «Мир Матизов». Я хочу поздравить всех, да, аплодисменты с таким долгожданным роликом, который вышел наконец-то. Опять же, извинения всем, кто слишком долго ждал и вынужден был как-то решать эту проблему самостоятельно. Друзья, смотрите канал. Подписывайтесь на мою рассылку информационную, на информацию о вебинарах. Подписывайтесь на наше сообщество в Инстаграм, в группе ВКонтакте. Мы ведем достаточно активную, интересную социальную жизнь. Спасибо, что вы с нами. Всего хорошего. До новых встреч. Ваши слесарские навыки оставляют, скажем так, желать дольше, большего, лучшего. Поэтому ничего не бойтесь, меняйте шаровые рычаги грамотно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова